Приветствую вас. Я полагаю, что не открою секрет, если скажу, что ненависть это даже, по сути, форма любви, но только со знаком минус. То есть, словно говоря, если вы кого-то, к примеру, боитесь, в принципе, если вы кого-то боитесь, то и если вы кого-то ненавидите, то это означает автоматически, что вы уже как-то неровно бичите к этим людям. То есть, почему, например, грубо говоря, соседи, да, вас вообще волнуют, почему, грубо говоря, соседи вас вообще беспокоят, чем, грубо говоря, конкретно они вас задевают, как? То, что делают они, например, то, что делают они, касаются вас. На мой взгляд, это, как раз таки, тот самый вопрос, на который вам, ну, как минимум, желательно бы ответить. Потому что, это очень такая, такая важная история. Вот. Вот, собственно, и нужно разобраться с тем, почему соседи у вас вызывают ненавидный страх. Я полагаю, что, проанализировав это, можно будет, значит, подкорректировать вам это, чтобы вы адекватнее относились к ним. Что касается того, что вы постоянно думаете, то здесь есть защитный механизм. Вот. Есть защитный механизм, который мотивирует вас постоянно думать о том, ну, вот, что вам угрожает. Вот. Это постоянно мотивирует вас думать об угрозе. Вот. Знаете, какая, какая штука. Соответственно, нужно разобраться с тем, что конкретно вам угрожает. Именно, именно, вот, с угрозой. Нужно разобраться. И тогда, в общем, вам станет лучше. Вот. Вот. Именно, в общем. Именно, в общем. Вот, в принципе, в принципе, такой момент, такой момент. То есть, мне видится эта история такой, мне видится история это так, в таком ключе, в таком контексте. По поводу того, что вы спрашиваете, как такое может быть, вопрос, мне кажется, поставлен неверный. Не как такое может быть, а почему такое происходит. Вот. Именно с этими нужно работать. Вот. Именно с этими нужно разбираться, в первую очередь. Вам. Конечно, да. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. По вашему вопросу достаточно мало можно сделать выводов, потому что слишком мало информации. А вас? Ну вот. Значит, обращайтесь в личку, если будет нужна помощь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.